Здравствуйте, дорогие друзья! Рад сегодня снова провести с вами это небольшое время в изучении Божьего Слова. И сегодня я хочу перед тем, как начну говорить, перед тем, как начну это учение, напомнить два места из Библии, которые говорят о важности того, как нужно слышать Божье Слово. Иисус Христос, когда проповедовал, Он всегда говорил, имеющий уши слышать, да слышит. И там вокруг Него не было слишком много людей, у которых не было ушей. Соответственно, мы делаем вывод, что Он призывал слушать Его более духовными ушами, или, как мы еще говорим, слушать сердцем. Точно так же апостол Иоанн, когда в книге Откровения, он нередко цитировал слова Иисуса Христа, которого он видел воочию на небесах. Там Иисус также говорил, имеющий уши слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. И сегодня я также перед этим учением призываю каждого человека, который меня слышит, слышать Дух и слышать сердцем. Пусть это соединение во время этого учения произойдет. Того, что говорит Дух и того, что слышит твое сердце. Потому что я сегодня хочу говорить немножко пророчески. Я сегодня хочу говорить именно то, что Дух Святой вкладывает в мое сердце, в обращении каждому, кто меня слышит, касательно именно этого времени. И, конечно, эти слова, они будут актуальны для любого времени, потому что это Слово Божье. Но именно это то, что хочет Святой Дух говорить сегодня всем. И тем, кто людям в церкви, которые считают, что они давно в церкви, они в спасении, они движутся с Богом. Но также и тем людям, которые вообще Бога не знают, вообще никогда, может быть, вы не принадлежали никакой церкви. Это обращение, оно сегодня актуально для каждого человека. Итак, сегодняшнее свое учение, сегодняшнюю свою проповедь я бы назвал так. И не думали. Еще раз говорю, и не думали. Ни для кого не секрет, что Бог однажды, Он будет судить мир. Кто-то в это верит ревностно, кто-то просто об этом слышит. И, глядя на какие-то внешние факторы справедливости Божьей, Он соглашается с этим. Кто-то в это вообще не верит. И когда мы говорим о суде Божьем, всегда хочется человеку взять и положить на весы Божьего суда свои поступки. Сказать или оправдаться, или наоборот, обвинить самого себя, исходя из того количества и видов грехов, которые сделаны в жизни. Собирается ли Бог взвешивать на своих весах Божьего суда грехи человека? Собирается ли Он взвешивать их количество или их качество? Или каким все-таки критерием руководствуется Бог, когда собирается наказывать человечество или отдельного человека? Я думаю, что самой лучшей иллюстрацией можно взять рассуждение самого Иисуса Христа, когда Он рассуждал о гибели самых грешных народов или суде Божьем на самый грешный период человечества. И Он в своих рассуждениях приводит то, что часто и мы приводим в качестве примера самого, можно сказать, квитэссенции греховности. Это мир во времена потопа, за что, в принципе, Бог и наказал потопом людей, да? И также Содом и Гомора. Это два города, которые так раздражили Бога своей греховностью, своей ненормальностью, что Он свел огонь на эти города. Итак, мы видим две казни Божьи. Первое – потоп, где умерло все человечество, за исключением Ноя. И также Содом и Гомора – два города, которые погрязли в разврате и на которые сошел огонь, и они сгорели. И на сегодняшний день часто греховность людей, которые были наказаны таким образом, она приводится как пример того, что раздражает Бога. Но раздражало ли Бога именно то, что делали жители этого города, Содома, да? Раздражало ли Бога то, чем грешили наши предки во времена Ноя? И что именно его раздражало? Что именно его не устраивало? Какой грех лежал в корне всего их поведения, образа жизни? Давайте почитаем. В книге Евангелия от Матфея, 24 главе, 37 стиха, вы можете прочитать речи Иисуса об этом происшествии. Написано. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег». И 39 стих говорит. «И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына Человеческого». В Евангелии от Луки Иисус, Он говорит об этом, как вторит, Лука вторит в Своем Евангелии этой истине и говорит. «Как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег и пришел потоп и погубил всех». Дальше Он говорит. «Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». И вот мы видим, Иисус Христос описывает два общества. Еще раз мы говорим об этом. Он описывает два общества и говорит. «Вот было общество, когда Ной строил ковчег. Было предсказано, что будет потоп. Что откроются все источники воды, внутренние, небесные, да, и все утонут. Точно так было с Содомом и Гоморрой, только там был огонь. И Он, когда говорит за эти два общества, дорогой друг, я хочу, чтобы ты обратил на это внимание, когда Он говорит за эти два общества, Он перечисляет то, чем они занимались. И мы видим, что Он не упоминает греховности этих людей. Если вы откроете книгу «Бытие», где описаны эти два общества, эти две истории, там написано, что эти люди были весьма развратные, там они делали и то, и это. Они вступали в какие-то связи там половые с сынами Божьими. Другие там пытались заниматься развратом, однополыми отношениями, пропагандой однополых отношений. И там говорится, что вот это было великое зло в очах Господа. Но Иисус в своей речи об этих обществах не упоминает ни одного из этих грехов, вообще про это не говорит. Значит ли это, что Он не осуждает этот грех? Нет, это не значит, что Он не осуждает этот грех. Но Иисус в этом, в своей речи, Он показывает корень этого греха. Он показывает истинную причину того, что раздражало Бога еще до того, как эти земли, эти общества наполнились злодеяниями. И эта причина, она содержится, вот как мы прочитали в книге Матфея, 24 главе, в 39 стихе. Она заключается в этих трех словах. Этот грех, этот корень, это ненормальное явление, которое привело к погибели этих обществ, и которое ведет к погибели общества нынешнее. И даже общество церковное зачастую содержится в 39 стихе. Вот эти три слова. И не думали. Отсутствие здравого смысла. Отсутствие просто элементарных размышлений. О чем? Сейчас мы рассмотрим, как понять вообще, думает человек или нет. Кто-то может сказать, послушай, я только и делаю, что думаю. И я, у меня очень много всяких задач, забот, у меня служение, у меня семья, у меня работа, у меня бизнес, у меня столько всяких задач, которые предстоит мне именно решать путем думания, размышления. Как ты можешь говорить, что, например, я не думаю, я знаю, что я думаю, я знаю, что я человек размышляющий, я слушаю проповеди, возможно, возможно, я изучаю какое-то учение, я читаю книги, я не могу назвать себя недумающим человеком. Дает ли Иисус, дает ли Библия какие-то критерии, как понять вообще, думающий ли я человек? Ты хочешь об этом узнать, дорогой друг? Я верю, что если ты еще меня смотришь, ты хочешь это узнать. И я сегодня готов тебе дать довольно исчерпывающий ответ. Но прежде чем я его дам, я хочу еще раз подчеркнуть, что вот эта фраза «и не думали», ее Иисус называет как причину, по которой сгорели города. Он ее называет как причину, по которой были утоплены люди на земле. И он ее называет как причину, по которой пострадают очень многие люди, говорит, когда придет Сын Человеческий. И есть причина, по которой многие люди станут не готовы к этим проблемам, к этому суду, к этому давлению, к этому огню. Я сейчас говорю разные сферы вообще проблем в человеке. Вы знаете, что суд может свершиться в конце твоей жизни, но еще бывает так, что какое-то бедствие застает тебя врасплох, и ты не знаешь, что тебе делать. Как Иисус говорил, что вы можете сподобиться избежать бедствий. Он говорил, Дух Святой предскажет вам будущее. То есть, оказывается, речь идет не только о вселенском суде, о пришествии втором. Речь еще идет о том, что какие-то бедствия, пагуба, она застает тебя уже в действующей жизни, то есть в материальной, физической, в этой земной жизни. И он говорит, есть причина, по которой это часто происходит. И эта причина «и не думали». Мы возвращаемся и говорим, ну каждый человек о чем-то думает. Много есть о чем думать. И я хочу тебе сказать кое-что, мой дорогой друг. Эти люди, о которых говорит Иисус, живущие в Содоме, живущие в Первом мире до потопа, они делали «услышь меня сейчас», все то же самое, что делаешь ты сейчас. Не об этом ли думает современное общество? Мы все что-то едим и пьем, и мы думаем об этом. Мы все во что-то хотим одеться. Мы все хотим выйти замуж, там, жениться, то есть устроить свою личную жизнь. И даже здесь написано, что они строили, покупали и продавали. Это означает, что они занимались бизнесом. И строили, это означает, что у них были цели и задачи в жизни. Они не просто строили какие-то шалаши или палатки. Они строили бизнесы, они строили торговлю, они строили, возможно, даже служение в том понимании, в котором они жили тогда. Потому что человек всегда поклонялся каким-то божествам. Они строили. И Иисус называет эти вещи, этот перечень, как будто в нем есть что-то плохое. Говорит, они все это делали. Но Иисус не говорит, что это плохо. Была одна причина, плохая, по которой это все не подошло Богу, чем они занимались. Он говорит, они не думали. Как понять, что ты думаешь? Как понять, что ты действительно думающий человек? В притчах, во второй притче, мудрость Соломонова, она говорит следующие вещи. Если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровища, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Смотрите, дорогие друзья, результатом усиленных размышлений, поиска знаний, поиска смысла, концом, или можно сказать, логическим завершением этого поиска, этого размышления всегда будет познание о Боге. Ни один человек, который не нашел познания о Боге, не может сказать, что он на самом деле думающий человек. Так заявляет Библия. Я сегодня, подводя, может быть, этот, ну, краткий итог вот этому месту, который я сейчас прочитал, скажу тебе проще. Размышлять – это искать Бога. Человек, который просто начинает размышлять о смысле того, что он делает, о смысле своего существования, о смысле вообще происходящего, о глубинном смысле, он находит познание о Боге. Если ты еще не нашел познание о Боге, если ты еще не нашел этот вот, как здесь написано, страх Господень, это значит, не пришел к тому, чтобы уважать Бога осознанно, ты еще ни о чем не думаешь. Если ты даже находишься в служении, может быть, ты что-то строишь, как здесь написано, строили, может быть, ты что-то строишь, может, ты строишь служение, но у тебя ты еще не находишься в осознанном уважении к Богу. Может быть, ты действуешь в какой-то системе, ты еще не являешься думающим человеком, и эти вещи, они все еще написаны для тебя, они все еще как свидетельствуют против тебя, что ты еще являешься тем человеком, о котором сказано «и не думали». Более того, это как второй пункт, что я хочу сказать. Первое, мы говорили, что размышления и то, что ты думающий человек, это можно узнать из того, пришел ли ты к уважению Бога и к познанию Бога, пришел ли ты к этому. Второе, познанию Бога, я хочу еще в подтверждение сказать, познанию Бога всегда будет предшествовать поиск смысла, вообще смысла твоего существования, смысла того, что ты делаешь. Размышления. Серьезнейшим инструментом в том, чтобы познать Бога через размышления, является рассматривание видимых вещей. Римлянам 1.20 говорится о том, апостол Павел говорит, что его невидимая вечная сила и божество через рассматривание творения видимы. Он говорит, видимы настолько, что ни один человек не сможет никогда потом сказать «я не знал, я не видел». Он так и говорит, поэтому они безответны. То есть ты не сможешь ничего возразить на это. Я хочу привести один пример, он такой довольно интересный, это из моей жизни было. Однажды я разговаривал с неверующим человеком, абсолютно, он был такой агрессивный неверующий, и он набросился на меня и говорит, «покажи мне своего Бога, вот ты проповедуешь, Бог, Бог, где я могу его увидеть, как мне с ним познакомиться, если он есть, покажи мне его». Я помню, задумался и даже прежде, чем успел сам хороший ответ ему предоставить, я сказал ему, «а ты можешь мне показать свои мозги? Вот можешь мне вот взять и показать свои мозги?» И тогда этот человек мне отвечает, говорит, «пошли на рентген, и я тебе покажу свои мозги, мне сделают рентгеновский снимок, ты увидишь мои мозги, а ты можешь сделать то же самое, чтобы я мог увидеть твоего Бога». И тут меня осенило, я говорю, вот видишь, у тебя есть специальный способ, у тебя есть специальная методика, как сделать так, чтобы я увидел твои мозги, прежде чем ты умрешь. То есть есть методика, которая проницает материально и показывает то, что скрыто за какой-то оболочкой. Я ему говорю, дорогой, на самом деле, чтобы тебе показать Бога, тебе нужно просто согласиться, последовать методике, которая тоже существует. Ведь ты не готов показать мне свой мозг прямо сейчас, и я не готов тебе показать Бога прямо сейчас, не применяя никакой методики. Я так на его языке говорю. Но если ты согласишься последовать методике, которую я тебе говорю, ты начнешь его видеть. Он говорит, и что это за методика такая? И я ему привел этот пример из притчи второй главы и из Римлянам. Я говорю, видишь, здесь написано, что если ты начнешь использовать свой ум, чтобы видеть невидимое, и если ты начнешь призывать знания о смысле своего появления и исчезновения с этой земли, Библия гарантирует, клятвенно говорит, ты познакомишься с Богом, ты увидишь Его силу, ты увидишь Его божественное естество, Его сущность. Это просто методика. И говорю, представляешь, если тебе нужно меня вести куда-то, на какой-то аппарат, то мне тебя вести вообще никуда не надо. Мне просто надо убедить тебя, что задуматься об этом. Напрячь свой ум, чтобы в это проникнуть, проникнуть, вникнуть, и ты все увидишь. Теперь хотелось бы сказать несколько частных вещей, которые касаются людей, думающих, что они уже познакомились с Богом. На самом деле, дорогие друзья, я хочу сказать, что когда ты знаешь Бога, следующий момент, о котором ты знаешь, это для чего ты и куда идешь. Иисус, отвечая наседавшим на Него фарисеям, которые пытались выловить какие-то неправильные вещи в Нем, которые давили на Него, которые пытались заставить Его быть в системе общепринятой, религиозной, в их местности, они наседали на Него. И вдруг Он отвечает им вещи, которые не укладывались в их системное мышление. Он им говорит, Иоанна 8,14. Иисус сказал им в ответ, «Если я сам о себе свидетельствую, свидетельствую мою истину, потому что я знаю, откуда я пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда я иду». Смотрите, дорогие друзья, если ты хочешь на самом деле убедиться, что ты знаешь Бога, вот первая часть нашего учения, если она на тебе уже совершилась, ты уже призвал знания, ты уже начал думать, и вот ты познакомился с Богом через это, и вот уже Божья жизнь вошла внутрь тебя. Следующий серьезный тестовый вопрос, даже два, которые надо задать себе. Знаешь ли ты, откуда ты и куда идешь? Знание, откуда ты, оно в каждом дне спасает тебя от заблуждения. Вы знаете, человек выглядит в земной жизни, верующий человек, духовный человек, он как посланник, как десантник. Что десантника или посланника на местности сберегает от заблуждения, от каких-то ошибок? Знание, откуда он, кто его послал, и знание также своей миссии, куда он идет, то есть куда должен вернуться и с чем. Иисус говорит, что именно свидетельство о самом себе становится истинно тогда, когда ты знаешь эти вещи. Откуда ты и куда ты идешь? И здесь есть также второй очень важный пункт. Это свидетельство касается лично тебя. Что я имею в виду? Я часто слышу, как в разных церковных системах и движениях речь больше идет о том, что мы знаем, куда мы идем. У нас есть видение, у нас есть понимание. Мы, и знаете, это свидетельство, оно вообще неправильное. Это свидетельство, оно вообще не имеет никакого значения. Потому что Иисус, вот вдумайтесь в эти слова, Он говорит, я могу о себе свидетельствовать истинно, потому что Я знаю, куда иду. Я знаю, откуда я. Фарисеи-то как раз таки хотели, чтобы он мыслил таким образом. Мы все делаем правильно. Мы охвачены общим видением. Мы идем по следам нашего Моисея. Но Иисус говорит, нет, 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 нет. Ты можешь свидетельствовать только о себе. Ты можешь свидетельствовать о том истинном своем положении, когда ты можешь сказать, вот я знаю, куда иду. Если бы тебя сегодня лишили вот этого мы, лишили вот этой системы, лишили вот этого движения, или ты бы остался один в городе, где вообще нет никаких церквей, и ты бы был вообще не на связи со всем миром. Просто, знаете, какая-то ситуация, которая современному человеку кажется невозможной. Но представь, имел ли бы ты свидетельство о себе? Какое бы было это свидетельство? Когда бы ты не смог представиться, как винтик из какой-то деноминации? Когда бы ты не мог представиться, как какой-то, знаешь, пиксель из общей картины? Когда бы ты не мог представиться, что я посланник от тех или тех, а был бы один? И тебе нужно было бы понять, откуда ты? Тебя бы спросили, откуда ты? Куда ты идешь? И ты бы дал исчерпывающие ответы на это. Вот это бы свидетельство было истинным. Поэтому здесь всегда нужно понимать, дорогие друзья, я хочу сегодня сказать в тему, и не думали. Многие люди, находящиеся в религиозных системах, они давно отвыкли думать. Они знают только свидетельство о том, что делаем мы, но никогда не знают свидетельство о себе истинного. Откуда они, куда они идут, то есть лично ты. Поэтому, когда ты думаешь, что ты уже знаешь Бога, что ты с Ним познакомился, что ты с Ним вошел в контакт, что ты увидел невидимое, важно задавать себе каждый день этот вопрос. Снова и снова. Откуда я и куда я иду? Иисус, еще раз, я хочу еще раз повторить это. Иисус сказал, что свидетельство обо мне, говорит, оно истинно, потому что я знаю, откуда я пришел и куда я иду. Если сегодня, несмотря на то, сколько лет ты в церкви, ты не можешь ответить себе на эти два вопроса, откуда я, что свидетельствует о твоей принадлежности к вечности, и куда я иду, конкретно куда я иду. Если ты сегодня войдешь в вечность, где ты будешь? Что это за место? Куда ты идешь? Каким образом ты идешь? Если ты не можешь ответить на эти вопросы, еще раз тебя призываю, начинай думать об этом. Начинай искать через рассматривание видимого эти невидимые вещи, ответы на эти невидимые вещи. И хочу тебе сказать, что тебе нужно, дорогой мой друг, беречься людей, которые призывают тебя строить более, чем думать. Сейчас это, знаете, очень модно и распространено, что-то строить, строить движения, строить динаминации, строить церковь, больше, чем всматриваться в невидимые. Сегодня тебе говорят, вместо того, чтобы всматриваться в невидимые, там, жертвовать, вместо того, чтобы всматриваться в невидимые, входить в какие-то духовные измерения, тебе сегодня предлагается работать день и ночь, там, знаешь, бегать день и ночь, может, какие-то там флайеры раздавать день и ночь, когда у тебя не остается времени, чтобы созерцать духовный мир. Я тебе хочу сказать, дорогой друг, это призыв к садомской жизни, это призыв к жизни, которая была во времена потопа. И также это закончится плачевно, мы сейчас еще коснемся этого момента. Ты скажешь, ну подожди, 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 разве мы, не будучи охвачены одним видением, мы делаем Богу угодное дело. Я тебе хочу продолжить эту речь Иисуса Христа по поводу вот этого момента. Луки, 17 глава, 34 стих и дальше. Иисус говорит, сказываю вам, в ту ночь, это когда придет Сын Человеческий, будут двое на одной постели. Один возьмется, второе, другое оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, другой оставится. И мне хочется иногда, когда мы говорим об этих вещах, не с точки зрения, что двое действительно какие-то колоски жнут. Не просто, когда двое мелют вместе, там именно зерно. Не просто, когда двое отдыхают вместе, реально физически лежа на кровати. Ну давайте просто посмотрим на это чуть-чуть шире. Эти двое, они вместе отдыхают. Эти двое, они вместе молотят. Как Павел говорит, не заграждай рта у вола молотящего. И говорит, это о нас говорится. То есть иногда можно молоть в служении. Здесь говорится, двое будут на поле. Он говорит, вы Нива, а мы жнецы, мы делатели. Вот тебе и поле. И говорит, будет так, что один возьмется, а другой оставится. Подожди, разве эта организация, которая занимается жатвой, это не все попадут на небеса? Разве не все будут спасены, не все встретятся с Иисусом? Видите, что говорит Иисус? Он говорит, деятельность не определяет, встретишься ли ты с Иисусом. Будешь ли ты готовым. Деятельность, что бы ты там ни строил, она не определяет вообще. Являешься ли ты угодным Богу человеком. А что определяет? Об этом Иисус говорил выше. Он говорит, да они строили, покупали, продавали. Они делали все и делали неплохие вещи. Не за это был суд. Суд был за то, что они не думали. И последний пункт, дорогие друзья. Важно не только однажды задуматься. Знаете, часто вот мы верующие люди, мы приходим к нашим незнающим Бога друзьям и говорим, задумайся, задумайся, задумайся. И говорим им о каких-то вещах, о Боге, о спасении. И нам кажется, что когда они задумаются, их жизнь изменится. На самом деле нам самим себе часто нужно говорить, задумайся. Почему? В послании к римлянам в первой главе апостол Павел приводит нас к такой мысли, что нам нужно не просто задуматься, а иметь Бога в разуме. Это самое главное и самое, можно сказать, завершающий этап познания Бога. Постоянно иметь Его в разуме. Я хочу тебе сказать, драгоценный. Во-первых, когда ты имеешь Бога в разуме, то есть когда Бог на самом деле не в системе, в которой ты служишь, а у тебя в разуме каждый день. Сам Бог осознанный, настоящий, живой. Тогда ты защищен от греха. И тут мы приходим к выводу, почему так произошло, что когда мы читаем книгу Бытие и видим казнь над Содомом, казнь над допотопным миром, мы видим, как Бог, Он рассуждает, говорит, они погрязли в грехе, они развратились, я не могу на это смотреть. В то же время Иисус спустя тысячи лет, Он говорит, они просто не думали, и поэтому, когда пришел потоп, пришел огонь, они все погибли. Какая связь между этим развращением и словами не думали? И римлянам первая глава апостол Павел перечисляет и выстраивает это в нужном порядке. Он говорит, вот потому что они не имели Бога в разуме, поэтому Господь предал их постыдным страстям. И они там написано, начали делать развратные вещи, они начали делать гнусные вещи, и тогда пришел на них суд. Точно так же происходит сейчас, и это происходит даже в церкви. Именно потому что люди не стремятся иметь постоянно Бога в разуме, они предаются в руки системе. И разум их, написано, они осуетились в разуме, их разум начинает опустошаться. От чего? От помышлений о Боге. Они начинают больше думать о своей системе, в которой они находятся. О своем служении, в котором они, как там написано, двое трудятся, да. Но один думает, а один не думает, он просто делает. Сейчас это так стало модно говорить людям. Ни о чем не думай. За тебя уже все подумали. Здесь есть видение. Тебе не надо ничего видеть. Просто следуй видению нашего какого-нибудь там вождя. И говорят, ни о чем не думай. Здесь уже все ясно. Это страшный момент. И как только человек с этим соглашается. Римлянам первая глава говорит за то, что не заботились иметь Бога в разуме. Это не значит, что они не заботились иметь какое-то дело в церкви. Не значит, что они не заботились иметь какой-то удел, знаете, или какую-то ответственность. Нет. Они не заботились иметь Бога в разуме. И поэтому, говорит, Бог предал их постыдным страстям. Разве ты не знаешь о том, что часто служители, они впадают в разные постыдные грехи. Начинают их даже оправдывать. Римлянам 1 глава, в конце главы вы можете увидеть, там говорит апостол Павел о том, что они не просто начинают грешить, а еще и делающих одобряют. Это можно увидеть в разных больших деноминациях, где люди предают себя в руки системе, перестают иметь Бога в разуме. Их лидеры начинают грешить, еще поощрять эти грехи. Все это происходит, потом приходят эти суды Божьи, и они приходят не потому, что человек грешит, корень всего этого. Они не захотели думать. Они думали, что раз они уже пришли в церковь, здесь уже все ясно, им больше не надо напрягать мозги, им больше не надо всматриваться в духовный мир, им больше не надо познавать с помощью размышлений, с помощью именно, знаете, напряжения своего ума просто, всматриваться в Божьи дела. Они занимаются служением, они занимаются ответственностью, они занимаются, там, мелят, жнут, они вместе отдыхают, и им кажется, ну вот она, Божья жизнь. На самом деле не так. Часто верующие люди, они говорят, суд придет за неверие. И это отчасти справедливо, потому что Иисус, Он так и сказал, говорит, неверующий уже осужден. Но как же быть с теми людьми, которые никогда не слышали имени Иисуса? Как быть с этими людьми? За что будут они судимы, если им никогда не было проповедано Евангелие? За что ты будешь судим, дорогой друг, если ты сейчас меня слышишь, если ты дослушал эту проповедь до конца, и ты думаешь, а я никогда не знал Иисуса, я с Ним не знакомился, я вообще не имел возможности, я тебе сегодня спешу сообщить. В Библии написано, что у людей, которые не знали Иисуса, в приговоре их осуждения будет написана одна фраза, «Они не думали». И не думали. Это такая же фраза, которая написана в приговоре Иисуса Христа всем жителям Содома, всем жителям допотопного мира. Там так и написано. «Они не думали». Поэтому я хочу призвать тебя, заботься иметь Бога в разуме, ты будешь защищен от греха, ты будешь знать, куда ты идешь, ты будешь знать, откуда ты пришел. И, конечно же, ты будешь тем человеком, о котором нельзя будет сказать, а они не думали. Я желаю тебе, дорогой друг, благословения, применяй это учение практически, имей Бога в разуме. Пусть Бог тебя сильно подымет и благословит. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!